Доброго времени суток! Продолжаем рассматривать задание демонстрационного варианта ОГЭ-2022. Задание номер 6. Что можно первую дробь представить в виде десятичной дроби. И тогда получится 0,25 плюс 0,07. И получается 0,32. Это будет ответ к этому заданию. 0,32. Задание номер 7. Итак, на координатной прямой отмечена точка А. Очевидно, А больше 6. Я имею в виду координаты точки А. Больше 5. Это уж точно. Больше 6. Это еще нужно подумать. Рассматриваем все варианты. Итак, 181,16. Представим в виде смешанной дроби. 11,516. Ну уж явно больше 10. Поэтому этот вариант нам не подходит. Поставим знак минус. Второй вариант. Второй вариант. Корень из 37. Можно расписать так. Корень из 37. Конечно, больше, чем корень из 36. И меньше, чем корень из 49. Так, то есть, корень из 37 больше 6, но меньше 7. Соответственно, этот вариант нам подходит. Но нужно убедиться, что не подходят другие варианты. 0,6. Но это явно меньше 5. Так что, всерьез, этот вариант рассматривать нельзя. И также, четвертый вариант. Вариант 4 меньше 5 тоже не подходит. Методом исключений подходит нам только вариант номер 2. И поэтому ответ к этому заданию 2. И мы переходим к следующему заданию. К заданию номер 8. Вспомним свойства степени с целым показателем. Итак, задание номер 8. Что мы здесь делаем? Запишем так. А в степени минус 7. При возведении степени в степень показателей перемножается. Значит, умноженное на А в десятой степени. А теперь при умножении степеней с одинаковыми основаниями показатели складываются. Получается А в кубе. И подставляем вместо А 5. 5 в кубе. 125. И таким образом ответ к этому заданию. 125. Решить уравнение. Номер 9. Я своим ученикам говорю. Если не удалось в течение 15 секунд подобрать корень, используя теорему обратную, теореме Виета. То решайте через дискриминант. Но здесь, по-моему, достаточно просто находятся эти корни с использованием теоремы Виета. Так, минус 12 это либо минус 3 умноженное на 4, либо минус 4 умноженное на 3. Смотрим сумму. Сумма должна быть минус 1. Значит, первый корень минус 4. Второй корень. 3. Еще раз проверяем. Произведение минус 12. Сумма минус 1. А нам нужно записать больший корень. А больший корень равен 3. Значит, ответ к этому заданию. 3. Задание номер 10. Одно из простых заданий на теорию вероятности. П равно М деленное на Н. Н это общее количество возможных случаев. То есть, общее количество пирожков в данном случае. Значит, Н равно 15. А М это то количество пирожков, которые удовлетворяют нашему условию. Найти вероятность того, что пирожок окажется с яблоками. А с яблоками у нас 3 пирожка. Значит, 3 пятнадцатых. Одна пятая. После сокращения. Значит, 0,2. Это и будет ответ к этому заданию. Продолжаем. Задание номер 11. Установить соответствие между графиками и формулами, которые их задают. Так, давайте посмотрим. А. Квадратичная функция. Из квадратичных функций у нас только первая. Значит, А по единице. Так. Гипербола. Обратная пропорциональность. Значит, Х должно быть в знаменателе. То есть, В это 3. И тогда В это линейная функция. Ее можно записать таким вот образом. Одна вторая. Умноженная на Х плюс ноль. Прямая пропорциональность. Значит, это линейная функция. А графиком линейной функции является прямая. Прямая у нас В. Значит, В получается 2. И таким образом, ответ к этому заданию 132. Переходим к следующим заданиям. Задание номер 12. Знаю просто формулу подставить. То, что у нас есть. И посчитать, что получится. Так. Значит, минус 25 по Цельсию. А сколько будет по Фаренгейту? Температура по Фаренгейту. 1,8 умножить на минус 25 и плюс 32. Считаем. Проверяем. Так. Что у меня тут получилось? У меня в результате получилось минус 13. Равно и так далее. Ну что, вам нужно это проверить. Минус 13. Это и есть ответ к данному заданию. Так. Номер 13. Указать решение системы неравенств. Преобразовываем это неравенство. Первое неравенство. Преобразовываем. 2,6. Переносим правую часть с противоположным знаком. То есть, х меньше либо равно минус 2,6. Так. А здесь х больше либо равно. Пятерку переносим с противоположным знаком. Вычитаем из единицы. Минус 4. Итак, х одновременно больше либо равен минус 4. Вернее. Так. Что это у нас получилось? Больше либо равен. Так. А что это у нас получилось в ответе? Очень интересно. Так. Такая ситуация быть не может. Потому что минус 4 на самом деле меньше, чем минус 2,6. Так. А вот этот вариант нам подходит. Х больше минус 4 и одновременно меньше либо равен минус 2,6. Поэтому здесь, так, здесь напишем ответ минус 13. А здесь у нас, конечно, ответ второй. Здесь у нас, конечно, ответ второй. И мы переходим к заданию номер 14. Отлично. Здесь нужно воспользоваться формулой суммы m первых элементов арифметической прогрессии. Запишем эту формулу. s равно a первое плюс a n-ое деленное на 2 и на их количество на n. В данном случае. Первый день 30 приседаний. Значит, а первое равно 30. Но нам, возможно, что-то будет еще неизвестно. Так. n. n равно 15. n равно 15. Так. s 15 у нас. n. Здесь можно записать. s 1, да. s 15 сумма 15. За 15 дней 975. Хорошо. И нам что неизвестно? Да, нам нужно в таком случае, если вместо А1 подставить 30, вместо СН 975, вместо Н15 у нас неизвестным будет только А15. Ну, а если найдем А15, то, зная А1, можно будет найти также Д. Запишем еще одну формулу. АН равно А1 плюс Д, умноженное на Н минус 1. Так, значит, А15 у нас получается равно А1, это 30, плюс Н равно 15, плюс 15 минус 1, плюс 14 Д. Отлично. Тогда какое у нас получается уравнение? Вместо СН подставляем 975, равно вместо А1 подставляем 30, вместо А15 плюс 30, плюс 14 Д. Хорошо. Деленое на 2 и умноженное на 15. И дальше преобразовываем. 975 умножаем на 2 и одновременно делим на 15. Потом почитаем 60 и делим на 14. И после всего этого, что у меня получилось? Поставим так и так далее. Я показываю промежуточные результаты. У меня получилось 14 Д равно 70. Следовательно, Д равно 5. Так, а нам нужно А5. А5 равно А1 плюс 4 Д. Значит, получается 30 плюс 4, умноженное на 5. 30 плюс 20, 50. Значит, ответ к этому заданию 50. Удачной вам подготовки к любым экзаменам, не только по математике. По математике всегда рад вам помочь. С вами частный преподаватель Шиховцов Виктор Анатольевич. Город Новокубанск, Краснодарский край. Всего вам самого наилучшего. Увидимся.